друзья всем привет сегодня у нас с вами важнейшая тема не очень часто задают такой вопрос типа звучит он следующим образом вадим как передавать заказчику готовую работу то есть у вас было какое то задание например верстка сайта вы ее сверстали как же ее нужно передавать заказчику то есть отдавать ему просто файлы распечатать верстку отправить физической почтой или по факсу заливать на хостинг нужно заливать не нужно кто платит кто никто не платит то есть кого снимается деньги на кого реестрируется короче много у людей возникает вопросов то есть вы сделали это и как дальше быть с этим да давайте мы с вами в этом видосе разберемся вам пошагово расскажу какие бывают нюансы что как и вы после этого видео уже будете себе четко понимать что вам нужно делать как вам следует быть расскажу такие некие сокровенные штуки чтобы вы смогли дать больше север весности для вашего заказчика а это будет означать что в следующий раз он к вам может вернуться за следующим каким-то заказом или будет рекомендовать вас своим кентам друзьям коллегам и так далее что в общем будет вам сулить дополнительную прибыль и продвижение в этом прекрасном верстальческом не верстальческом в общем во фрилансовом мире поэтому я таки назвал нашу презентацию company name rich freelancer потому что она по-другому никак значит передача проекту заказчика значит друзья первое в чем нужно разобраться чтобы это не было как-то линейно это как сделан или ну как бы на чем сделан проект ну или под чем сделан проект по чем я это оставлю вам как бы на домашнее задание вы разберетесь каждый выбирает своим в общем-то штуки значит как сделан на чем сделан смотрите дело в том что разные проекты бывают и я взял к примеру 4 на примере четырех вариантов я вам объясню а дальше вы уже будете подставлять в эту сказочную формулу какие-то свои начальные данные чтобы потом делать выводы как вам это все делать значит у вас может быть простая верстка это просто html css javascript просто есть папка там внутри есть файл html css и javascript а как такое передавать может быть верстка плюс сборщик то есть вы можете использовать какой-то дополнительный сборщик типа в парка или галпа ну что угодно то есть какой-то сборщик который собирает всю тему у вас может быть верстка плюс cms систему рассмотрим например там wordpress но подойдет и абсолютно к другой и также вас могут нанимать как фрилансера работать в команде то есть вы можете работать в команде еще с какими-то гайсами и работать вы можете там заливая на гид комитет каждый день то что вы делали ну в общем какая-то работа в команде каким-то образом происходит то есть вот у нас есть четыре вводных это очень важно понимать потому что она никогда не бывает то есть бывают бывают и другие варианты но на примере 4 скажем так чуть-чуть разных в чем-то вы все поймете значит смотрите вот эта штука и чтобы ответить правильно на вопрос еще для кого мы делаем потому что наш заказчик тоже разный заказчики разные мы разные проекты разные это прекрасно значит заказчики мы я поделила четыре типа бывает больше вариантов но этого тоже будет достаточно значит первый тип это заказчик которого я называю простой тип то есть это заказчик который вы у него первый фрилансер он вообще как бы не секет что там как-то он не понимает как это все работает они понимают что такое хвостинг что такое домен он как бы готов заплатить деньги ему нужен сайт вот это такой простой тип как называют в народе уверенный пользователь пока то есть это уверенный пользователь пока второй тип это тип с опытом то есть это заказчик которого уже есть какие-то сайты то есть у него может быть уже какой-то свой хостинг какой-то свой домен ну в общем это не первый сайт его жизни он что-то дошарит и там чуть-чуть другие нюансы могут быть в передаче это может быть разработчик то есть это может быть какой-то там суровый или не суровый бекендер а вы выполняете например верстку до соответственно вот этот тип который шарит то есть он понимает он мы возможно даже умеет немножечко верстать может он умеет хорошо верстать но предпочитает верстку отдавать кому-то другому потому что он за это время делает какую-то другую часть работы это может быть например какой-то project manager потому что например есть такой тип не заказчиков который что-то секет что-то не секет но фишка его в том что он у него есть там списочек в телефонной книге из дизайнеров там из верстальщиков из бекендеров из фронтендеров и у него есть какая-то раскрученная история там фриланс биржи аккаунт сарафанка где-то там сворованные клиенты ну то есть что-то у него есть ему нужно там он заказывает там у дизайнера соответственно он вас например заказал верстку для примера то есть это такой project вот мы рассмотрим вот таких четыре там может быть дизайнер заказчик очень много разных вариантов но этого тоже достаточно чтобы масштабировать формулу понимания вот я значит это все вывел на один экран то есть и того что нам нужно передавать и вот есть разные то есть исполнитель и разный заказчик да то есть исполнитель имеется ввиду конечная история давайте мы сейчас будем логические связи схватывать и смотреть что это вы давайте рассмотрим простую схему простая схема это простая верстка то есть файлы html css javascript там не по папочках все как положено и например типс и например разработчик да то есть разработчик например пусть это будет бекендер который будет вашу верстку потом сажать на какую-то цельную систему и потом уже дальше будет взаимодействовать заказчиком тут все просто как правило вы ему передаете просто архив то есть вы вашу вашего вот этого все счастье сделали запаковали в архивчик zip овский отправили ему и все то есть мы сейчас не рассуждаем там по поводу денежки как что это ну как бы отдельная тема но обычно да как я учу например на своем курсе ребят потому что у нас есть отдельный блок по монетизации я учусь что работать по предоплате то есть вы берете изначально предоплату делаете потом в конце получаете уже всю и нюшку когда закончили проекта когда у вас уже чуть более там наработанный скилл то вы берете в начале 50 процентов там 50 процентов например там в середине ну то есть тут формула ну это другое и формула меняется то есть просто zip файлы ему передаете если это у вас верстка плюс сборщик то вы ему даете например если мы рассмотрим какой-нибудь галк да то вы ему передаете все ну кроме папки галк модуль что есть вы передаете и саму сборку вашу галков скую это как мы делали это на сборке и соответственно то что папочки build когда она билдится вы ему все архивом красивенько пакуете передаете неважно когда там через телеграм отправляете он прибежит к вам с флешкой вы скинете то есть вы передаете ему все а там дальше он разберется может ему только нужно будет все что готово в папочке белк возможно ему он будет что-то допиливать какие-то моменты поэтому ему нужно и изначальная структура то есть сама сборка чтобы он мог там зайди например файл сас что-то дописать если ему нужно или какой-то определенный java script возможно там верстка компонентная и он дальше с этим все делает вот разработчик если это верстка например плюс cms это же там либо разработчик либо project то вы ему передаете готовую тему до wordpress и готовую тему плюс базу данных как например ну это отдельно расскажу то есть готовую тему архивчиком и базу данных она как бы базу данных тут в тот же архив кидаете и ему отдаете он уже шарит что с этим всем делать если вы работаете в команде тут могут быть абсолютно разные нюансы как вы работаете в команде но работа в команде подразумевает что вы ничего так конкретно не отдаете вы скорее всего работаете через какой-нибудь вид соответственно вы комитете вы это все заливаете вы просто получаете определенную как и по зарплаты да может это понедельная зарплата по месячная там за работу но это уже идут отдельные договоренности тут как правило ну эта команда там передаете так как вам скажут без гитара работаете у себя на компе передаете просто архив то есть просто отдаете все грубо говоря то что я рассказывал в предыдущих вариантах в предыдущих сценариях вот это то что мы говорим по поводу разработчика дальше теперь давайте рассмотрим сложную схему сложная схема это например верстка плюс сборщик вы делали на галпе это все собрали есть папочка build собранным есть папочка там где вы это все эту магию творили а тип а заказчик относится к простому типу то есть вы у него 1 он не секет нифига что нужно делать в таком случае в таком случае вы ему объясняете типа дорогой друг значит для того чтобы твой сайт открывался в интернете и на него могли заходить пользователи со всего мира тебе нужно купить домен и тебе нужен хостинг на котором это все должно храниться вы ему объясняете так как человек который в этом ничего не шарит то есть вы объясняете ему что домен это адрес в интернете он арендуется минимум сроком на один год его нужно покупать то есть нужно выбирать название да там сайт точка ком там . ей нужно придумать ему название как его сайт будет называться проверить свободно ли она его нужно приобрести то есть заплатить за него аренную плату они все отличаются по стоимости там может ему нужен . ком или . орг или там . без да или . x y там вот то есть разное вы например предоставлю показываете ему сайт хостинга там где он может в поле вбивать этот адрес и смотреть свободно она или нет и соответственно видеть стоимость сколько это все дело стоит вот объясняете ему что хостинг это место в интернете то есть некая папочка куда нужно залить файлы и он арендуется как бы помесячно то есть можно там завод естественно но от одного месяца домен от одного года это от одного месяца для него это все дикие откровения поэтому вы ему готовы в этом помочь в этом разобраться то есть вы говорите ну то есть вы объяснили ситуацию он понял ситуацию и говорите вот есть у нас сценарий то есть меня например задавали вопросы а кто создает хостинг на чью почту это создается кто оплачивает смотрите вы должны сделать так как будет максимально удобно для вашего заказчика то есть вы должны ему предоставить определенную сервисность чтобы ему было комфортно классно и он вам обращался или рекомендовал вас своим кентам они просто отдать ему файлы и он такой бедолага не будет знать что с ними делать да будете себя на компе открывать и радоваться какой у него прекрасный сайт то есть вы можете вы ему просто предлагаете варианты это все только обсуждаемая схема нет какого-то статичного что нужно делать только вот так и никак по-другому то есть вы ему предлагаете вариант вы говорите джордж например джордж значит то есть есть схема такая мы можем созд я могу создать отдельную почту на эту отдельную почту зарегистрировать ее на хостинге создать там аккаунт как бы выбрать тариф то есть вы там выбираете вместе вы ему рекомендуете и то есть вот такой вот взять или мы можем взять это на твою уже готовую почту что там приходили ну потому что это новая почта она он может про нее забыть туда будет приходить уведомления что пополните хостинг короче вот такое то есть вы можете сказать давай почту он пишет там моя почта джордж красава от google.com да и соответственно выберете регистрируйте на эту почту там приходит письмо типа подтвердите почту вы ему пишите джордж подтверждать джордж подтвердил все вы заходите создаете придумайте какой-то левый пароль или генерируете этот пароль на самом сайте хостинга дальше в горите джордж на аккаунт нужно занести нам там например такую-то такую-то сумму денег кидайте ему реквизиты там ну ссылочку опять же копируйте он туда вводит свои данные карты туда-сюда и пополняет там на определенную сумму этот хвостинг он ее пополнил вы там же покупаете на этом хостинге определенный тариф соответственно место папку вы там же покупаете домен привязываете это все заливаете файлы и отдаете ему почту и пароль он этот пароль уже меняет если почту вы создавали ну значит даете и пароль к почте отдельно он это все уже на своей стороне пусть меняет типа для своей безопасности как показывает мой опыт заказчики не меняют потому что они потом ко мне же обращаются если нужно что-то сделать что-то ну там что-то как бы какие-то моменты сделать соответственно у меня это есть я сразу же не нужно там ему придумать новый пароль мне писать потом после того как я внес какие-то правки этот пароль менять и так далее то есть это удобно ну потому что они понимают что мне их сайт нафиг не нужен да вот и получается вот такая вот как бы история вот то есть вы даже я рекомендую записать короткое видео как этим хостингом пользоваться как папа ну то есть имеется в виду не как заливаться файлы ему это не нужно а как пополнять аккаунтом в будущем да допустим через год ему нужно будет продлить это все в принципе не сложно это интуитивная штука как там любом этаж уверенный пользователь пока я моего да то есть это интуитивная штука он просто будет пополнять с аккаунта денежка будет списываться у него будет продлеваться хостинг соответственно и у него будет там продлеваться домен его сайт будет успешно существовать то есть эта схема заключается в том что вам нужно зарегистрировать на хостинге купить это все сделать но вы получаете потом кэшбэк скажем так в том плане что он вам будет возвращаться потому что вы ему дали определенный сервис определенные услуги предоставили он радуется ему кайфово вот вы можете там например регистрировать аккаунт по своей реферальной ссылке получать за это какую-то комиссию вы можете это включить как услугу да то есть что вы это делаете за это вы получаете тоже определенную денежку ну потому что это нормально вы тратите свое время свое знание свои компетенции неважно что это да когда какой-то чувак там нанимает чтоб ему лопата я не знаю вскопали огород это же не значит что он мешает как это делать он нанимает услугу да вот соответственно точно такая же услуга а вот и а если этот тип с опытом например да то есть если это простая верстка тип с опытом тип с опытом может уметь заливать на хвостинг соответственно вы ему просто передаете архив но он может не умеет этого делать хоть и он то есть тип с опытом иметь ввиду что у него уже есть хостин и уже есть там какие-то сайты он может вам создать там обычно на хостингах есть такая история как временная временный пользователь то есть дать вам определенные права вы зайдете зальете или даст просто свой вы все зайдете зальете он потом поменять все равно там его почта привязана и как бы он владелец этого аккаунта вы там как бы не как бы он он имеет доступ к нему и всегда можете его вернуть там бывают случаи это уже если услугаться в недре вы можете создать на левую почту потом там можно ту почту левую отвязать привязать новую ну это как бы все такое мелочи которые не так важны вот тут типс опытом у него есть хостинг все хостинг интуитивно понятные он на канале показывал видосы как на хостинге можно заливать соответственно вы это все делает то же самое если это было у вас верстка плюс cms вы просто переносите вашу верстку и цена систему с вашего локального компьютера заливаете ее на хвостях ну как это делать это вы должны уметь делать если вы уже делаете сайт на wordpress и но как минимум у меня есть видео на канале то есть вы тоже предоставляете такую услугу ну или просто даете файл базы данных файл темы человек делает все сам потому что ну как бы вот такие вот такие вот штуки если это передается ну то есть любая из этих схем если передается разработчику или project у это всегда по требованию разработчика или project а то есть разработчику как правило вы все файлы просто даете он сам все делает архивом project может быть тут он может попросить вот есть хостинг залей пожалуйста то есть project тоже дает какие-то водные с этими ребятами не нужно думать как им передавать от них будет идти информация как это делать вот этих типов может не идти информация соответственно вы уже знаете информацию и это им рассказываете вот дальше дальше как про и что делать если это простой тип или тип с опытом но не понимает про сборку то вы ему отдаете в то есть вы папочку build заливаете на хостинг или отдаете а самые файлы сборки тоже отдаете говорите это файлы в которых этот проект создавался а это типа финальные файлы которые сгенерировались если вдруг ты в дальнейшем когда-то тебе нужно будет сотрудничать с каким-то другим там специалистом фрилансером и еще что-то то для того человека это будет важно что этот сайт он была сборка потом сборка типа трансформировалась в готовые вот такие вот файлы и все вы просто отдаете объясняете что это он в дальнейшем ну может вы и потом не захотите с ним работать или он там найдет себе какого-то другого фрилансера изменит вам да то соответственно вот будет вот такая вот штука то есть вы предоставляете вот такой вот пакован счастья вот в любом случае вот то что сокровенно и откровенно и то что я вам хочу сказать вы не должны просто вот так думать что вы сверстали или в этом натянули на wordpress и либо что угодно сделали и дальше как бы пусть пацаны развлекаются как хотят нет все таки у нас компании называется речь фрилансер соответственно вы должны полностью все как бы упаковать полностью все предоставить вот такой вот как бы решить головную боль решить проблемы чувака если вы решаете проблемы чувака значит вы обогащаетесь вот как бы вот такая схема то есть если что ну естественно за это все платит заказчик то есть если хостинг нужно пополнить то там обычно пополняется просто аккаунтом через банковские реквизиты там как правило существует миллион способов пополнения а вы уже дальше распределяете эти средства что-то на домен что-то на то показываете где это все делается где это все срабатывается в принципе вот если вдруг тут для вас какая-то была новая информация вот это с хостинг заливка переливка туда-сюда то у меня на канале дофигища видосов вот как это заливается на хвостинг как это передается я наверно прикреплю сюда под видео ссылки чтобы вы если для кого то есть я так понимаю что очень часто ребята которые смотрят вот такое видео там где ответы на такой вопрос они это уже шарят но если не шарить эту велкам пожалуйста таскать посмотрите разберетесь и это все вот в совокупности он она что сделает озолотит вас вы будете как бы речь фрилансер и будете себе кайфовать и радоваться то есть вот тот чем я вам хотел поделиться вот такую вот передать штуку я набрал четыре варианта как может идти разработка и четыре варианта какой может быть вас заказчик да но могут быть разные варианты но вы уже понимаете вот саму концепцию сам смысл как это все происходит соответственно вы просто берете это все и таким вот образом ну как бы модернизируете понимаете что нужно объяснить человеку если этот там тип простой ну и там дальше смотрится смотрится обсуждается обсуждается то есть вот такое это как бы вот ответ на вопрос как передавать готовый проект заказчику вот это все то что я вам хотел сказать и еще хочу отдельно сказать что как раз вот недавно стартанул мой курс по верстке он идет у меня восемь недель там где мы проходим полностью за восемь недель огромное количество материалов по сути это то что вам нужно либо для того чтобы устроиться на работу в студии верстальщикам либо чтобы заниматься версткой на фрилансе там у меня есть разные модули то есть есть основы там где вот от самого начала от бог сайзинга в бордер бокса вот обнуление стилей марджинов по один халв позиционирования трансформа транзишна в флексов кредо вот от основ то на чем это все построено потом очень много практики верстки длинного длинного лендинга потом верстки большого большого интернет-магазина там где очень много нюансов потому что верстки интерфагазина есть существует много нюансов за этим нюансы и как раз считаются они опытом уровне потенциального работодателя веб-студии потому что они хотят тратить время чтобы вам объяснять нюансы там как верстаются карточка товаров как верстается регистрация как верстается погенация хлебные крошки фильтра то есть не хотят блог как версту чтобы это все не потому что если человек не знает он сначала верстает в лоб да а потом приходится это переделать потому что там есть нюансы есть нюансы по cms системы и так далее то есть мы вот это проходим дальше мы проходим блок по монетизации там я рассказываю это как одна из частей до того что там есть маленькая ну там я рассказываю какая оплата как чтоб не кинули с каким заказчиком работать с каким не работать тут уже много можно что понять про определенную сервис наступ короче как это обустроено именно на фрилансе монетизация и как веб-студии то есть собеседование что на собеседование как подготовиться как составить резюме всякая вот такая штука бонусом выдаю определенные видео там по wordpress у по bootstrap у по анимации это допустим если уже есть какой-то сайт на wordpress я вам нужно внести в него изменение поверстки там я вот рассказываю как это делать то есть если вам это интересно курс он недавно стартанул на него можно еще записаться вот почему я это делаю объявление как записаться на курс в описании под этим видео я оставлю ссылку на сайт курса вы можете на него перейти там записаться можете перейти и задать мне вопрос я отвечу на то что вас интересует может вы чуть позже будете смотреть это видео я говорю когда еще можно до записаться там когда следующий набор или вас какие-то конкретные штуки интересуют там есть детальная программа там все расписано там все понятно поэтому есть видео более такая подробная презентация вот значит всем спасибо вам за внимание надеюсь что в этом видео я вам ответил на вопрос как заливать сайт не как заливать и как передавать сайт заказчику чтобы это все было красиво чтобы это не было как взять и распечатать все файлы в бумагу голубя и отправить потому что мы знаем какая сейчас идет верстка вы напечатаете много листов холод не потянет не потянет и все будет капец спасибо вам за внимание лайки подписки конечно же приветствуется вот этот трудовые ваши свершения которые вы ставите когда палец вверх это конечно же всегда радует в общем и пишите комментарии что вас интересуют на какие темы хотите видосы потому что кстати этот видос я снял потому что был такой комментарий он не вспомнил напомнил как мне часто задают этот вопрос и это как бы стриггернула хоть я не думал записывать такую тему в общем пишите комменты увидимся в следующих видео всем пока